Уже второй год подряд в Москве проходит концерт актуальной белорусской музыки «Можно». Девять братских групп отыграли на сцене «Икры». Их приезд в столицу России – заслуга промоутера Александра Богданова. Первонаперво это все музыканты мои, то есть это музыканты, с которыми по букингу работает мое концертное агентство «Бопрома». Вот, и я решил их как бы показать прям скопом вот в разных городах и странах. И, собственно, Москва – это один из городов. Концерт современной белорусской музыки – явление само по себе неожиданное, а количество и разнообразие коллективов и вовсе поражает. Ну, их не так уж и много, так как в Беларуси страна маленькая, по численности населения даже меньше, чем Москва. Вот, и, собственно, хороших музыкантов не так уж и много. Вернее, не хороших, а оригинальных музыкантов. Ну, и, собственно, набрался какой-то состав музыкантов, состав групп. Музыканты очень пересекаются, то есть в общем это одна тусовка. В тусовке белорусских команд особое внимание привлекает группа «Портмоне». Мы так дежурно называемся «Акустический эмбиент», то, что мы играем. Но это слишком дежурная фраза, она что-то описывает, но далеко не характеризует точно. Это что-то необычное. Ну, по крайней мере, нам иногда... Это все необычно. Да, нам странно бывает играть то, что мы играем. Уже во второй раз в концерте приняли участие группы «Петля при страсти» и «Кассиопея», которые уже достаточно хорошо известны в России. Несмотря на то, что в России высадился обширный музыкальный десант из Белоруссии, мужчины огорчены ситуацией в музыкальной среде. Зарабатывать музыкой на постсоветском пространстве по-прежнему тяжело. Она ближе к нулю, чем к плюсу. Ну, сама ситуация общая. Не знаю, чем объяснить. Не потому что там Лукашенко власть, не потому что там... Ну, так получается, так получается. Тем более молодежь, сам знаешь, какая теперь. Нам остается только верить, что такие фестивали, как можно, будут и впредь помогать оригинальным группам и радовать всех любителей музыки. Коля Карасев, Серж Атрепьев, A1 News.